Всем привет! Сегодня будет история от подписчицы. Давайте ее сначала зачитаем, потом обсудим это, напишите свои комментарии. Итак, здравствуйте, Галина! Вот у мое время настало обратиться за советом. Спасибо, если ответите. Я второй раз замужем, уже 6 лет. От первого брака есть сын и от второго сын. Муж у меня хороший, ответственный человек, серьезный, надежный. Ему 35, мне 30. У нас разные интересы, но в этом плане проблем нет. Каждый занимается тем, что ему нравится и все счастливы. У нас есть некоторые притирания в том, что муж совсем не выражает свои чувства, ни одного комплимента, ни разговоров по душам. И я никогда не пилю его, а все пытаюсь решить диалогом, поговорить. Говорю ему о своих чувствах, и как мне было бы приятно слышать от него то же самое в ответ. Но муж просто начинает молчать. В общем, чтобы не скандалить, я хожу из комнаты, не солоно хлебавши. Но одна проблема, от которой уйти не могу, это старший сын. Здесь немножко остановлю. У меня все идеально у нас хорошее отношение, хороший муж. Но что я сейчас читаю? То есть я ухожу от своих проблем. Я на все закрываю глаза. Но вот есть одна действительная проблема, которую дальше будет, которую я уйти не могу, не могу закрыть на это глаза и решить, я ее не могу. То есть, по сути, у вас не идеальные хорошие отношения, у вас есть проблемы, просто которые вы наступаете на горло себе, которые вы не решаете, они у вас зависают, вы просто на это закрываете глаза. Но эта проблема внутри вас все равно беспокоит. Но одна проблема, от которой уйти я не могу, это старший сын. Изначально отношения у них были хорошие. Муж начал требовать, чтобы я запретила видеться сыну с его отцом, что он плохо на него влияет. Но по какому закону я могу это сделать? Отец помогает, берет на выходные. Конечно, есть претензии по воспитанию, мы часто ссоримся из-за этого, но запретить я не имею никакого права. И в итоге мой муж обозлился на меня и на сына, разговаривает с ним, как с собакой. Я и сама стала замечать, что копирую его поведение, подсознательно не желая разбирать конфликт. Все заходит слишком далеко. Я чувствую, что однажды мне уже придется выбирать муж или сын. Я никаким способом не могу решить этот вопрос. Меня это угнетает на фоне хорошей жизни с мужем. Конфликт его с сыном меня просто выбивает. Я здесь остановлюсь и скажу, какая у вас хорошая жизнь с мужем? То есть в рамке вот этого, что хорошо. Хорошо то, что социально что-то приемлемо, но он вам не говорит, что он вас любит, вы не получаете эмоциональную отдачу, он с вами в диалог не вступает, нехорошо вы с ним живете. Это вы для себя так решаете, создаете иллюзию и убеждаете себя, что у вас все хорошо. Вы просто боитесь потерять брак в очередной раз, но сами проблемы о себе уже говорят. Муж либо не разговаривает с сыном от первого брака, либо орет, не пытается принимать участие в его воспитании, но при этом хочет, чтобы было все, как он сказал, и в ультимативной форме. Требует от сына выполнения всего, как от робота, не делая скидку на то, что это ребенок вообще-то. Я использовала все методы, какие знаю. Сближалась через игры, через общий досуг, диалоги, прочее. А итог всегда один. Муж говорит, чтобы я его папе отдала на воспитание, а мы будем брать на выходные и ссоры в семье из-за этого. Я уже начала задумываться, что мне придется разрушить свою жизнь, семью и жизнь младшего сына из-за такого выбора. Спасибо, если дадите совет. Может, у кого-то есть такой опыт в решении подобной ситуации. Тяжелая ситуация, но, понимаете, проблема вообще в вашем отношении с вашим мужем, не в ребенке вообще. Я не могу сказать, я не ясновидящая, с вами не общаюсь, не слышу вообще комментарии вашего мужа. Я не могу сказать, в чем причина его поведения к сыну. Проблемы, скорее всего, в конкуренции вашего мужа и бывшего. Отдает к папе. Отдавайте либо на совсем, типа, либо вообще, чтобы они не видеть. Это ревность тупая. За счет сына он это вымещает в свои личные комплексы, свое эго. Я просто на что хочу в этой ситуации обратить ваше внимание. Нехорошо у вас все с мужем. Мне нравится, вы это чувствуете, но вы за все закрываете глаза. Вы это в себе подавляете. Вы говорите, что мы хорошо живем. Вы хорошо, может быть, социально живете, финансово, в достаточном квартире. Вам удобно так жить. С точки зрения морали, внутренних ваших конфликтов, проблем, с точки зрения вашей психики, вы страдаете. Все конфликты только вот за мальчика. Типа, у нас все хорошо. Но вы же до этого написали, что он вас не слышит, на контакт не идет, в диалог не вступает, проблемы не решает. Он просто так умолчит. А на ребенка агрессивно. Однозначно проблема в вашем супруге, в этом мужчине. Я просто честно не могу понять, у нас все так хорошо, но мы, блин, с ним не общаемся, по сути. Я ухожу из комнаты, не солоно хлебавши, своего не напиваю. Я не получаю удовлетворение от наших взаимоотношений и от любви этого человека. Или я не чувствую его любовь. Мне не говорят хороших слов, я на вид это все же перечисляла. Это повод задуматься. Проблема на самом деле в этом. Сын, да, раздражитель, комплексов, проблем вашего супруга. Это просто лакомцевая бумажка, которая показывает его поведение. Вы видите его агрессивным, орущим, унижающим, требующим к вашему сыну. И самое что страшное, вы его не защищаете. Вы пытались, но сейчас, говорите, я даже сама начинаю отзеркаливать и с сыном себя так же вести плохо. Потому что вы не хотите решать конфликт. Это тот конфликт, который решать надо. Вы понимаете, что все идет к тому, чтобы, как вы говорите, разрушить семью. Да не семью вы будете разрешать, а спасать вашего ребенка, которого обижают, на что нельзя закрывать глаза. Вам просто приходится это делать. Идти к этому. Вы понимаете, что вы к этому все равно сейчас идете. Но идти вы не хотите, потому что вы не решаете по жизни конфликты. Не умеете, возможно, их решать. Возможно, вас этому с детства там не учили, не воспитывали вас это. Поэтому вам проще закрывать глаза. Но это сейчас та ситуация, на которую глаза закрывать уже не получается. Потому что вы визуально видите, как страдает, калечится психика вашего ребенка. Отдать мальчика папе, когда он выбрал, он живет уже в вашей семье, это, конечно, предательство. Если вы когда-то об этом думали, я вот тебе скажу, помышляли, может, подслушать мужа и отдать сына папе на воспитание, это предательство. Это мама выгнала меня из дома, выбрав своего нового мужа, который меня не любил. Все. Сыне можно забыть. Хороших отношений вы нанесете ему травму, и хороших отношений с ним в жизни не будет. Это обида на всю жизнь у человека. У меня бы то же самое было. Это предательство. Потому что раз выбрали, он живет с вами, то пожалуйста. Вы не должны идти на поводу вашего супруга и делать замечания по воспитанию и всего прочего вашему бывшему мужу. Вы совершенно правильно говорите. Я не имею права запрещать что-то, чтобы они виделись. Это проблема в этом мужчине вашем. Дело в том, что это балласт, который хочет, чтобы он эгоист, чтобы было ему удобно. Он ведь конкурент в вашем бывшем супруге. Проявление этой конкурентности – это ваш сын, зерно, которое от него, которое общается с своим папой, который их контакт, который папу своего все-таки любит. И это раздражитель. Я думаю, это было видно еще, когда вы вступали в брак, и когда он принимал вашего сына. Вы просто, опять же, как всегда, закрыли на это глаза. Вы просто должны сейчас сесть и для себя решить, что для вас важнее. То, что вашего сына гнобят, издеваются, дергают, по сути, чужой мужик, он ему не отец. Он сожитель его мамы. Даже если вы официально, он ему не родня, понимаете, это не его кровь. Это пришедший отчим в семью. И он может, например, вырасти, уйти из вашей семьи, если никогда не общаться. Он ему ничем не обязан и не должен. Это не те отношения, когда отчим стал родным папой или вторым папой, то все счастливы. Это не ваша ситуация. Вот вы можете ждать, смотреть, что для вас важно. Потому что вашего сына гнобят, унижают, издеваются, над ним в наших глазах. Психику мальчику калечат. Хотя он ничего не сделал плохого вообще. Проблема в этом мужчине. А если у мальчика какое-то деструктивное поведение, это, как правило, ответ на давление просто этому отчиму. Если он что-то плохо себя ведет, что-то огрызает или еще как-то делает, это просто ответ. Если бы его не трогали, он бы так себя не вел. 100% даю вам гарантию. Или, как вы сказали, разрушить семью и разрушить жизнь младшего сына. Он же с папой, у него все хорошо, папа-то его любит. Выбирайте. Это вы создали эту ситуацию в своей жизни. Это у вас, скажем так, два сына на весах ваших. Но на самом деле дело это не в сыновьях, а ваш страх разрушить семью, как вы говорите, которая вас полностью удовлетворяет. Я просто скажу честно, никак вам не оценка, никакая у ваших действий, эмоций, я никогда никого не оценю. Я просто как мать говорю, как можно любить человека, который обижает твоего ребенка у тебя на глазах. Тебе за ребенка своего не больно, что ли? У меня ребенок упадет, да я вдвойне эту боль чувствую, мне его жалко, мне за него больно. Если бы какой-то, да он мой муж, да я там, у нас отношения или еще что-то, я ведь у него ребенка родила, но он обижает моего второго ребенка, да я бы как корж, он налетела бы, как я бы не позволяла это делать. Как у женщины в сердце можно с этим жить, в этой семье, и сносно на это реагировать. Вам не хочется защитить своего сына? Ваше желание полной семьи, желание, чтобы мужик был рядом, это сильнее, чем жалость к своему первому ребенку. У мальчика развод родителей был, это раз стресс, два, мама вышла замуж, родился брат, это три стресса уже сверху. И сейчас его не хотят, а чужой мужчина его из дома, по сути, выживает. Четыре стресса у ребенка. Это ни о чем не говорит для вас, его не надо жалеть. У меня нет просто слов к этому, честно скажу. Мой совет, какой сесть и решить, что вы будете делать, что для вас важнее, вот это весы взвесить. Хватит бояться, будьте уже сильной женщиной, или идите к психологу, решайте терапии психологической, вот хороший совет такой дам. Не готовы сейчас ничего решать, как всегда по жизни? Вы не решаете, вы уходите от проблем. Это ваша стратегия поведения. Идите к психологу, найдите деньги на терапию, уходите регулярно, научитесь. Пусть психолог научит вас решать свои проблемы по жизни. И когда у вас сдвиг в психике своей пойдет и понимание, по-другому вы посмотрите на проблему, вы тогда легко, например, расстанетесь с этим мужчиной. Вы его увидите другими глазами, его просто скиньте со своих плеч. Я на данный момент со стороны вижу паразита, который издевается над вашим ребенком, над вами в том числе. Вы ничего при этом не делаете. Вы боитесь что-то предпринимать. Ваши страхи сильнее вас. Вы обслуживаете сейчас свои страхи. Мне и в этой ситуации жалко мальчика, который ничего не сделал, для того, чтобы все это переживать. У него наоборот, вылечить надо, потому что у него столько стрессов было. И сейчас еще вот этот, зашибись. Ни папа, ни мама, по сути, чужой мужик тебя из дома выкуривает, отвергает, отталкивает. Классно. А мама еще и думает, он же это все считывает, а мама думает, как ей принимать решение, кого ей выбирать в этой ситуации. Он же это тоже чувствует. Мама, которая в интересах к своему ребенку живет, защищает его. Она должна незамедлительно, в любой, такая реакция у нее, цепная просто будет, накинуться на обидчик к своему ребенку. Как волчица, которая защищает свое дитя. Вот так могу сказать. Это образ, это мое личное, человеческое. Я так себя бы повела. Вы же хотели совета, вот совет такой. Я бы вот так. Подумайте, как бы вы, если не можете как-то так поступить, принять решение, советую идти на терапию к психологу с этим. Проблема в вас, в этом мужчине и в вас. Но страдает третье лицо неповинного, что-то хочу сказать. И младший будет страдать, что-то там, развод и всякая история. Это что, о чем вы и затрагивали. У кого есть опыт в таких ситуациях, пишите, как вы предпринимали действия или как бы вы поступили на месте вот этой героини письма. Я свою точку зрения рассказала. Может быть, вы с ней будете не согласны, но вот так. Жду ваши комментарии, особенно эта женщина ждет ваших комментариев под этим видео. Если поставите лайк, сделайте репост в видео, я буду очень благодарна. Это тоже помогает развитию моего канала. В инфобоксе я оставляю свою почту для ваших писем, историй анонимных. Если вы не готовы этим делиться на публику, можете записаться ко мне на консультацию психологически. Все на почте. Спасибо за ваше внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok